Добрый день, дорогие мои! Полный дом гостей. Там негде беседовать с вами. А на улице, на моём любимом метеорите, невозможно. Потому что пошёл дождь, пока я тут устраивал камеру. Сегодня идёт мелкий. Вчера был очень большой. Чем ему очень рады. Те, кто следит за нашей жизнью, те знают, что мы посадили картошку 12 июня. И вот эта жара для её всходов была абсолютно непригодна. Сейчас я сходил, о, картошечка выпрыгнула. И теперь у меня есть надежда, что в сентябре она нам родит. Сегодняшняя тема именно об этом. Даже не столько об этом, сколько об всё-таки проблеме, что не рожают. Об абортах. Предыдущая моя беседа о том, как рождается душа человека и когда она вселяется в тело человека, вызвала интерес, вызвала вопросы. Вопросы очень серьёзные. И поэтому я обязан на них ответить. И я сейчас попробую это сделать. Ну, например, там есть вопрос о том, я же говорю, что душа рождается как плод любви двух человек. Вот есть любви такое движение, и есть сочетание этих любовей у мужчины и женщины, и рождается душа, готовая вселиться в человеческое тело. И когда физическое происходит отношение, и появляется плод, эмбрион, плод, ну и в конечном итоге ребёнок, то душа вселяется в это тело, как Господь наш Слово вселился в Деви Марии, в её плод. И стал Господь наш Иисус Христос. Точно так же и все души проходят этот же путь. И вопросы от этого очень серьёзные появляются. То есть, например, одна женщина спрашивает, а есть ли плод в результате того, что насильник сделал с женщиной? Значит, он же не по любви, этот плод, и тогда он как бы подлежит абортажу. Есть другие вопросы, есть спор о том, а в какой момент душа вселяется. Один человек, по-видимому, как-то связанный с индийскими философиями, с йогой, посчитал, что это в момент того, как начинает биться сердце человека. Вот об этом мы сейчас и поговорим. Я отвечу на эти вопросы, но сначала хочу всё-таки вам объяснить, почему же всё-таки священники вот так к этому, к абортам, что ли, серьёзно относятся. Я вам, как священник, отвечу. Это всё потому, что, зная причины, а нам приходится и уговаривать, когда собираются сделать аборт, говорят, что мы пойдём, вот нас, вот, и начинаешь и долго объяснять, что этого делать нельзя. Нельзя и выясняешь причины, а иногда и помогаешь как-то это причиной решить. Вот, когда я служил в храме, мы многим помогали, в том числе экономически, там, вещами или ещё что-то, лишь бы они не делали аборта. Но ещё страшнее становится, когда приходят уже после абортов и объясняют, почему это они сделали. Причин не так уж и много, в основном главную причину либо экономическую ставят, если вы поймёте, посмотрите на статистику, то по статистике-то основное количество женщин, сделавших аборт, это же женщины за 40 лет. Те, у кого уже есть дети, двое, трое, и они, естественно, выставляют главной причиной экономическую причину. Если всё время говорят о том, что надо девочек, это убеждать и всё остальное, да, девочек надо убеждать, потому что в молодости сделать это ещё страшнее, можно остаться бесплодными, очень много остаётся бесплодными после этого. Но основное, вот, контингент – это женщины за 40. И с ними объясниться и, грубо говоря, снять им этот грех, а священник обязан поисповедовать, понять причину греха, сказать, почему этого нельзя было делать и почему нельзя это повторить, повторять. А главное – найти перед Богом оправдание, почему же она всё-таки это сделала и за что её нужно простить. И порой случаи, конечно, абсолютно нелепые, в том числе, что поссорилась с мужем и пошла, сделала, зачем нам ребёнок от такого мужа. Или там, у меня, меня уволили, и я теперь без работы. Ну, вот такие причины бывают. Есть причина, конечно, от любви на стороне, тоже достаточно часто встречающейся, и страх, что муж поймёт, что нет него. И это тоже такое, ну, на взгляд, женщины и, в общем-то, наше общество... Кот не смог выдержать, как это я тут снимаюсь без него. Ну, ой, кот, вообще нашёл меня в теплице, куда я спрятался, пришёл из дома. Котя, ты специально понял, что без тебя никак нельзя сняться. Ну, ты даешь. Да, вот так, давай здесь тогда посиди, в камеру. Давай я тебе настрою камеру, чтобы тебе видно было. Тебя маленько, где ты тут? Ну, ближе тогда иди. Вот здесь тут вопросы серьёзные. Без тебя никак их не решишь. Ну, так вот, в том числе и вот такие истории бывают. И очень жалко, что они случаются, потому что чаще всего после того, как уговоришь женщину, что не надо это сделать, как ты ей поможешь, чтобы этого не сделать, и рождается ребёнок, и это становится для неё счастьем. Потому что те, даже те, которые расчётливые, в конечном итоге они видят вот это существо и удивляются. Многие мужчины признаются, что вот они хотели аборта. Недавно я только рассказывал, услышал рассказ одной женщины, как она говорит, что у нас уже двое детей, и муж был против третьего. Вот против. Уговаривал меня сделать аборт. Я, говорит, сказал ни за что. При этом семья мусульманская. И родилась девочка, и я, говорит, не видела никогда, чтобы вот так к человеку, к ребёнку относились. Он, говорит, буквально всё для неё делал. Он сам, значит, готовил ей все прикормки и всё остальное. Он сам её качал. Он не давал выключить свет, чтобы я спала, потому что сидел и разглядывал. И всё время мне рассказывал, посмотри, посмотри, какие ушки. Как эти, как эти ушки красивы. Как они изогнуты. Посмотри, посмотри, какие бровки. Как у неё пошли волосики. Он говорит, до миллиметра всё. В общем, оказалось его любимую ещё и существо. И он в какой-то момент сказал, какой я был дурак, что вот уговаривал это сделать. Ну, ему как-то намекнуло же на что. Ты же не хотел. Так вот, чаще всего, когда всё-таки отказываются от этого действия, от этого греха, всё-таки приходит радость от рождения ребёнка. Хотя бывает, что и наоборот. Я не могу сейчас кого-то там... Нет, конечно, я обязан осуждать тех, кто делает аборт. Но, с другой стороны, те рассуждения, которые сейчас идут, вот такие огульные, что все убийцы, значит, рассуждения о том, что убийцы, врачи, которые делают эти аборты. Я исповедовал и врачей, которые делают аборты, с одной женщиной, которой 30 лет, гинеколог, и она всё время на абортах. Я разговаривал часа три, наверное, как она плакала, как она считала, что вся жизнь у неё от этого разрушена. Но когда я ей говорю, а если ты бросишь, тебе не легче станет, может быть, как-то это... А она говорит, а кому передать? Молодым девочкам, врачам, чтобы на них этот грех был? Вот, или когда... Ну, в общем, вот такая. У нас тоже в пистяках одна женщина жила, которая была гинекологом, её все любили, я её исповедовал перед смертью. Но она каялась и в том, что делала аборты. И тот же вопрос, а почему ты делала аборты? А потому что уж лучше я на себе этот грех буду иметь. Пусть я в этом аду окажу, с чем кто-то ещё, кто к этому будет причастен. Поэтому и здесь не всё так однозначно, что вот кому-то нужно такое. Мне, конечно, абсолютно жуткие вещи я слышал, когда вот пошла эта мода на колоть уколы стволовыми клетками абортированного ребёнка. И там появились деньги, за огромные деньги эти уколы делали, не понимая, что чужие стволовые клетки могут стать причиной рака и всего остального. И некоторые звёзды у нас от этого и умерли. Вот это совершенно страшная вещь, что и специально ловить женщину, уговаривать сделать аборты для того, чтобы потом из этого плода сделать себе омоложающий укол. Мне кажется, вот это вообще непростительный грех. И таких, кто за эти уколы платит, я бы никогда больше в церковь не возвращал и не давал им никакого причастия никогда. Потому что вот это уже осознанное преступление, осознанный грех. Значит, какой ответ на то, что, а если было насилие и плод от насильника, и стоит ли его абортировать? Вот, понимаете, здесь в рождении ребёнка есть как личное человека дело, семейное дело, так и дело общества. К тому, как он родится или не родится. Как ни странно, например, вот в Японии очень плохо относятся к беременным. Их на работе шугают, их могут просто на улице толкнуть. Ну, маленькая страна. У них вот эта большая нация живёт тесно, и каждый, у кого, грубо говоря, лишний ребёнок, он становится нежелательным. Мы знаем, что в Китае даже было преступление буквально недавно родить второго там ребёнка, третьего. Я сейчас не слышу, как у них запрещено, не запрещено. Но вот видите, было преступление. У нас страна большая, у нас, казалось бы, не должно быть такого преступления, что ты рожаешь больше того. Вроде всё делают для того, чтобы дети рожались и платят. Вот сейчас повысили время содержания ребёнка и сумму. Правда, очень странно. Как-то будут считать, у кого какие доходы. И я понимаю, что это в хитрость очень многих введёт. То есть не будут супружеские пары брака сочетаться. Уж лучше родить так, что она как мать-одиночка. И тогда пособие это получишь на три года. Либо уйдут в тень от доходов, перестанут зарплаты получать, будут в чёрную. То есть народ у нас с выдумкой. Он найдёт, как оформить такое состояние семьи, чтобы получать. А чаще всего сами чиновники это и придумают для своих. И мы увидим, как из этого что-то сделать. Тут я, на мой взгляд, всегда говорю о том, что родился ребёнок. Дайте на любого миллион. На первого, на второго, на третьего, значит, по каждому ребёнку. Давайте миллион. И всё. И будет рождаемость, и ребёнок будет обеспечен. Причём этот миллион нужно дать именно либо попечителям, тем, кто осознанно это может делать, либо всё-таки ответственным родителям. При этом сказать, что это дорогая трата для государства, это совершенно не так. Не так. В прошлом году был съезд педиатров, и там были наши люди, грубо говоря, и мне прям присылали фотографию, как на выступление, ну, такое оно достаточно закрытое выступление было замминистра, прозвучала цифра, что здоровый человек, здоровый человек государству в России даёт 90 миллионов прибыли. Здоровый. Другое дело, что этот прибыль делится на всех, на чиновников и так далее. А у нас чиновники и все структуры бюджетные съедают больше денег, чем все остальные дети. Но если он даёт здоровый 90 человек, ой, 90 миллионов, то почему бы не дать лишний миллион, один миллион, чтобы действительно родился, ну и потратить ещё пару миллионов, чтобы воспитался здоровым. Потому что нездоровье-то детей в семьях чаще всего либо от несостоятельности семьи, которая не может ему дать ни спортивного развития, ни такого неумственного развития, и от непитания хорошо не может дать. И поэтому дальше-то идёт ущерб. Если он нездоровый, то, конечно, он эти 90 миллионов не даст государству, а больше того, ещё и затратит на себя какую-то часть государственных средств и тех, кто даёт эти 90 миллионов. Но это общественное дело, мы должны всех жалеть, мы должны, здоровые должны делиться с теми, кто нездоровый. Но надо понимать, что есть и механизм, когда можно стимулировать рождение здоровых и воспитание здоровых. Я как-то придумывал систему страховки для Альфа-банка, где именно здоровье поддерживается в человеке, что у тебя растёт страховка. Если ты, грубо говоря, каждый год сдаёшь анализы, и ты здоровый, либо ты становишься донором, и ты донор. Вот сделать очень просто. Дайте вклад доноров. И если донор продолжает свою донорскую деятельность, пусть этот вклад каждый год удваивается, например. Всё, донор сам будет здоровый, даст эти 90 миллионов прибыли государству. И детей здоровыми вырастет, потому что он знает, откуда у него может быть выгода, если у него есть здоровье. Вот, например, такой пример. Вот, поэтому, даже если это плод насильника, то здесь дело, на мой взгляд, переходит в общественную обязанность. Конечно, есть некие такие генетические изменения у насильников, патологические заболевания и всё остальное, которые могут говорить о том, что ребёнок будет не совсем здоров, в том числе психически. Но, тем не менее, сейчас достаточно технологий, что вплоть до того, что на генетическом уровне можно всё поправлять и как-то изменять. И тем более при воспитании ребёнка можно из любого, грубо говоря, плода сделать хорошего человека при хороших вкладах. Но опять весь вопрос в состоянии этого человека, этой женщины, в которой такой плод родился. То есть общество обязано, на мой взгляд, сделать всё, чтобы, во-первых, скрыть эту ситуацию, то есть, что она рожает от этого человека, иначе может быть осуждение, вплоть до замены места жительства, обмены паспорта, там и всё остальное. Во-вторых, дать ей полную возможность воспитать здорового ребёнка, здорового человека. То есть, как минимум, насильник должен быть отправлен на рудники, где у него большие зарплаты, и перечислять все деньги именно на это воспитание этого ребёнка. То есть, общество должно позаботиться. Но рожать, конечно, надо. Убивать, потому что тут такая случилась, тем более, что может оказаться и подмена. Потому что я знал случаи, когда девушки говорили, что их изнасиловали, а не было изнасилования, потому что боялись родителей. Ну, знал, правда, один только случай. Но в конечном итоге убедили всех, что надо признать, что это не насилие, а нормальная была их любовь, так будем говорить, хотя оба были молодые. Но такое тоже бывает. И что тогда вот так признавать, что у них был плод любви, а его убили, потому что девушка не согласилась сознаться, что она сама здесь участвовала. И насильник, конечно, это безумие. Это страсть безумия. И вот он чаще всего не отвечает за свое, ну, так вот, в сознании, что он делает. Это же такая безумная деятельность. Но это не факт, что эта страсть и это безумие у него генетически заложено. Это может быть и плод пьянства, и наркомании, или покурили кальяна там какого-то, или еще что-то. Ребенок будет абсолютно здоровый в таком случае. Вот. Это вот такой ответ. Когда? В какой момент душа вселяется в тело? Ну, еще раз повторяю, что на мой взгляд, вот как только двое полюбили и дошли до понимания, что у них может быть даже ребенок, душа рождается из этой любви и находится рядом с матерью, ждет воплощения в теле. И самое интересное, что я считаю, что даже от нелюбимого человека может оказаться воплощение любимого, потому что это каким-то образом связано с другим человеком. Даже такое бывает, что вот я любил этого, родила от другого, а люблю того, как от того, потому что у нас вот одновременно было и здесь, и здесь. Ну, это тоже интересная такая тема. Так вот, находясь около матери, эта душа все время ждет воплощения и вселяется в тело, на мой взгляд, когда происходит первый вздох, первый вздох человека. То есть вот ребенка приняли, он вздохнул, и в это время вселяется душа. Тот, кто со мной спорил, что при первом ударе сердца, вот там где-то в индийских или каких-то там религиях считается, что при первом ударе сердца, ну, у них вот такая своя теория. Первый удар сердца сейчас ученые высчитали, что на 16-17 день происходит. То есть через две недели после зачатия получается уже полноценный человек в эмбрионе, по их понятиям. Но мне кажется, это не так, потому что у нас есть теория, что душа выходит с последним выдохом, с последним. Хотя мне говорят, ну, а как? Вот вы сами умирали, у вас остановилось сердце, вы не дышали. Но это был не последний выдох. Уже у Бога было запланировано, что я оживу, хотя я увидел эту смерть и все остальное. И последний выдох у меня где-то впереди. Все равно будет считаться, что душа моя вышла, когда я сделал последний выход. Ну, и на первом, по-моему, она должна войти. Но при этом убийство плода, я вчера уже говорил, что это такое же преступление, поскольку, ну, грубо говоря, полчеловека убили. Пусть не человека, еще не с душой, но полчеловека, а душу-то тем более не убивает. Даже если убили плод с душой, все равно душа не умирает. Куда надевается душа ребенка? Возвращается в ангельский чин. То есть она не возвращается, а родилась она от любви двух людей, а поднимается в ангельский чин. Но без опыта ангельский чин. Здесь наши души проходят вот этот опыт жизни в трудностях и в болях, и отрицаются сатаны на уровне сознания, ума и сердца. А ангельские души поднимаются, детские ангельские души, значит, поднимаются без этого опыта. Вот. Я не знаю, как уж там в других религиях, что они могут воплощаться, приходить и так далее. В нашей религии это так. Мы так и говорим. Если вдруг ребенка даже покрестить не успели, мы говорим, все равно его душа стала ангелом. Поэтому вспоминайте и знайте, что он у вас был. Вот. Это вот на этот вопрос. Я считаю, еще раз повторяю, при первом вздохе душа вселяется в человека. Значит, еще вопрос какой? Дайте, сейчас вспомню. А, искусственное плодотворение. И вот врачи считают, что неудачно растет плод. Ну, это связано одно и с другим, потому что и у тех, и у других достаточно часто при искусственном плодотворении плод растет неправильно, и его приходится абортировать. Вот. И, к сожалению, при искусственном оплодотворении дети достаточно часто имеют заболевание. Я не буду здесь пугать, сами прочитайте, там все, в общем-то, есть. Что по показаниям врачей происходит. Я, знаете, вот прямо не возьму судить. Это здесь судьи врачи, они говорят, что надо сделать, не знаю, на каком уровне они говорят, это надо сделать, но я знаю несколько случаев, когда по показаниям нужно было сделать, а она родила, и все равно счастлива, что у нее, хотя он полностью не дееспособен, ничего, что он у нее есть, и это плод любви с кем-то. Значит, женщина, одну знаю, у нее родился ребенок с огромной головой, и все остальное, вот, ее точно требовали, чтобы она сделала аборт, потому что видно было, что растет совершенно не так она не сделала, все говорили, сдай, грубо говоря, в лечебницу, на опыты, все равно ничего, она с ребенком занималась, занималась, и он прекрасно кончил школу, я вам так скажу, хотя и все остальное, в общем, вполне, это, я знаю, что, например, при церебральном параличе, при сильном некоторых, там, ну, не то, что уж в утробе, а после говорили, ну, надо отдать куда-то, там, в приют, потому что это тяжело, это будет жизнь у вас исковерканта, вы знаете, такие ребята, я вот знаю, ребят с церебра, они столько радости приносят, они такой героизм родителям дают проявить во время воспитания, сами потом такие удивительные достижения имеют, они герои, многие из них, вот, пробившись, сделавши все, все, что это, я знаю одну женщину, которая даже инвалидность при очень большой церебральной этой не взяла, за всю свою жизнь не получила от государства, грубо говоря, ничего, вот, при этом пробилась, два высших образований и все остальное, ну, просто героиня, таким надо просто героя России давать однозначно лет в 50, если они вот так прожили, поэтому показания врачей могут быть ошибочные, могут быть ошибочные, но когда вы сопротивляетесь этим показаниям врачей, то готовьтесь к подвигу, поскольку по-любому это будет подвиг вот так принять и начать всем этим заниматься, и даже, грубо говоря, имея несостоятельного вот на вид ребенка, сделать из него очень состоятельного, успешного, все остальное. Вот, я не знаю, ответил ли я вам на все вопросы, скорее всего, этого сделать невозможно, но давайте дальше рассуждать. Единственное, что я хочу, чтобы действительно у нас рождалось больше, больше. к сожалению, не только вот в Японии появилась такая, что дети лишние, а во всем мире целая грубая плеяда человеческая появилась, которая вроде стала тесно на земле. Есть такое движение, что остановить рождаемость на земле, и они каждого ребенка воспринимают такое ненавистничество у них. Но это не значит совершенно ничего. Вот такие жены-ненавистники, мужи-ненавистники, дети-ненавистники, они всегда есть, всегда будут, и теперь у них возможность информационная большая, они могут от своей наглости, от своего такого состояния в этой ненависти распространять его достаточно активно. Мы те, кто умеем любить детей, хотим этих детей, должны обратно распространять. Я уж не знаю, как это. Но весь вопрос сейчас не только родить, но и воспитать ребенка в той состоянии любви, при котором он дальше может эти души плодить и размножаться. Сегодня посмотрел ролик с форума образовательного там в Тавриде, что ли, где-то, где прямо гомосексуальная пропаганда, вот так можно сказать, или это. Да, это будут пропагандировать, потому что есть проблема, опять же, тех, кому население не нужно, во-вторых, есть проблема изменения генетического у людей. Это и радиация, это и пластик. Сейчас вы слышите, что во всех водах находят пластик, он меняет мужскую особь на женскую, это чаще всего бифенола, которые вот такие эстрогенами. И будут те, кто должен платить за это, вместо того, чтобы платить, что из мужчины появляется женщина по этим внешним причинам, они будут пропагандировать, что это нормально, это хорошо, а так дешевле. Так дешевле. Так вот, у вас стоит задача не просто родить, а воспитать ребенка, чтобы он дальше тоже мог родить души, тела, и в чине в ангельском сам уходить в Царствие Небесное и вместе с Господом там править. Все, спасибо за внимание, жду еще вопросов, постараюсь на них ответить. Тема интересная и горькая, и горькая, с одной стороны. С другой стороны, если от наших разговоров хоть кого-то убедим, и родятся несколько человечков, ангелочков, то будет радость на нашей душе. Все, аминь. Помоги всем, Господь. с другой стороны, все, 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 Продолжение следует...